Куклы без пола. Это хорошая идея? Будут ли выпущены куклы Барби с Витилиго и куклы Барби с онкологией? Появились куклы, которые пукают блестками? Серьезно? Эти и многие другие новости в новом выпуске кукольного дайджеста. Всем привет! Начнем с самой хайповой кукольной новости, которая разлетелась по новостным порталам по всему миру. Причем в большинстве российских изданий была допущена ошибка. Этих кукол называли Барби, хотя на самом деле речь о новом бренде, не связанном с Барби. Бренд называется Creatable World, и это наборы, включающие в себя гендерно-нейтральную куклу, дополнительный парик, аксессуары и одежду. И это означает, что кукла может стать кем угодно в руках ребенка. Он может воплотить в ней любого персонажа, которого задумает. Через этот бренд Мотел призывает отбросить ярлыки и стереотипы, потому что игра для всех без исключения. И игрушки должны быть разнообразными, как дети, которые с ними играют. Признаюсь, компания Мотел удивила, потому что на протяжении долгого времени их игрушки были гендерно-ориентированными. В то время как куклы Creatable World для всех детей вне зависимости от пола. И, конечно, такая новинка это риск и вызов для компании Мотел. И они это прекрасно понимали, когда создавали этих кукол. Понимали, что часть общественности отнесется к этим куклам с предубеждением, считая, что это не ребенок определяет куклу, а наоборот, кукла определяет ребенка. И в данном случае они боятся, что гендерная нейтральность может как-то повлиять на гендерную идентичность ребенка. Я не думаю, что это так работает, но я не психолог, я не ребенок. Я взрослый человек, которого, честно говоря, немножко смущают вот эти промо-фотографии. На данных фото непонятно, это мальчик или девочка. Это может быть девочка с короткой стрижкой, либо мальчик в юбке. Полная свобода от гендерных стереотипов, и я, несмотря на то, что являюсь очень толерантным человеком, немножечко пугаюсь этой свободой и не знаю, как к ней относиться. И как относиться к Билли Портеру в роли феи-крестной в предстоящем фильме Золушка. В общем, тема интересная для обсуждения, давайте подискутируем. Как-никак такие необычные куклы Creative World это новый этап в истории игрушек. Кукол Low Surprise OMG продолжают сметать с полок магазинов, но в этот раз я не разделяю всеобщий ажиотаж, потому что новинки меня либо вовсе не зацепили, либо зацепили не так сильно, как куклы из первой четверки. Среди новинок куклы из коллекции Зимняя дискотека, и они вышли в комплекте с младшими сестрами. Больше всего мне понравилась вот эта кукла, подозрительно похожая на Royal Bee, но это не она. На втором месте дева с черно-белыми волосами, довольно миленькая. Остальные не мое, особенно я не разделяю увлечение куклой в ковбойской шляпе. А вот коллекционная кукла Crystal Stars стала нравиться мне больше с появлением дополнительных фотографий. Особенно на живых фотографиях она выглядит как дива с этими красивыми локонами. И еще одна новинка, это кукла Midnight в готическом стиле, и она вышла со всей своей темной семейкой. Наборчик интересный, но меня не особо интересует, потому что мне малыши не нужны. И, кстати, сама кукла на живых фотографиях мне не очень понравилась. Напоминаю, что чуть ранее был выпущен сет кукол, которые мне понравились, но он был в компании с огромным количеством маленьких кукол, и в итоге он стоит 119 долларов. Так что я жду новеньких LOL Surprise OMG, которые будут выпущены в одиночестве. Очаровательная кукла Pullip вышла в коллаборации с магазином Arma Bianca. Эта кукла похожа на добрую колдунью и как раз выпущена в преддверии Хэллоуина. На декабрь анонсирована третья кукла Etuale, что в переводе с французского звезда. Напоминаю вам, как выглядели предшественницы, и новая красная звездочка в черном плаще выглядит очень эффектно. И уже анонсирована новинка на январь 2020 года. Это кукла Pullip по имени Клавдия или Клодия, и она в стиле готическая Лолита, а на юбке у нее изображение кукол Pullip. Какая новинка Pullip вас больше всего зацепила? Пожалуй, я выбираю милашку-колдунью. По традиции от новинок Pullip переходим к Блайз, и каким-то образом я пропустила июльскую новинку Neo Blyze Морячку. И интересно то, что это морячка в кимоно в морском стиле. Следующая новинка сентябрьская, и она просто олицетворение фразы любите котиков. Это очень уютная осенняя кукла в берете с ушками, в джемпере с мордочкой котика, и сумка у нее тоже в форме котика. Еще в октябре вышла кукла Neo Blyze Elegant Ellie. Причем элегантной я ее назвала, как только увидела, еще до того, как прочитала ее имя. Перед нами прямо-таки дамочка из высшего общества, и в комплекте с ней два варианта юбки. Следующая октябрьская новинка готическая, темная, из-за предстоящего Хэллоуина. И причем у этой куклы есть только эскиз, картинка. Фотографий куклы нет, и несмотря на это, она уже раскуплена по предзаказу. Но, соглашусь, судя по эскизу, у нее будет очень крутой, интересный образ. Особенно понравилась сумка в форме гробика и колготки со скелетом. Бренд одежды Ки выпустил несколько кукол в коллаборации с Барби. Фотографии шести модных кукол были выложены в инстаграм бренда для проведения голосования. Какая кукла наберет больше лайков, ту куклу и выпустит компания Мотел. И в итоге победила темнокожая кукла в спортивном костюме и в шубе. Честно говоря, я думала, что выиграет вот эта кукла. Она, кстати, на втором месте в очень стильном дерзком образе в шапке. И кукла с веснушками. Напишите в комментариях, какая кукла из этой шестерки стала вашим фаворитом. Новинки Fashionistas это обычно довольно скучно, но не в этот раз. Во-первых, компания Мотел выпустила Барби с Витилиго. Витилиго, если кто не знает, это нарушение пигментации кожи. И ранее эта кукла была замечена в инстаграме Barbie Style. Еще я пускаю слюни по новому кену Fashionistas. Для меня он выглядит как очаровательный длинноволосый серфер. И я очень надеюсь, что вживую он будет таким же красавчиком, как на промо-фото. И, кстати, я совсем не вижу в нем Тарзана, как пишут подписчики паблика Блок Доллс. И даже после этого комментария я не стала его в нем видеть, к счастью. И еще новиночки Fashionistas это вот такие пышные куклы Барби, у одной из которых очень приятный пастельный цвет волос. Компания Мотел совместно с компанией Cure Search создали кукол Барби, предназначенных для того, чтобы поддержать детей, больных раком, а также детей, у которых болеют близкие. Эти куклы не продаются, их можно только запросить на сайте Cure Search, описав свою ситуацию. Это куклы Барби без волос, и в комплекте с ними есть парички. Кукол с подобной концепцией ранее выпускал бренд Bratz, и они были в свободной продаже, а часть средств с их продажи шли в центр изучения рака. В данном случае Мотел пошли другим путем. Они подарили кукол тем, кого они хотят поддержать, детишкам, которым это будет приятно, и не выпустили их в серийное производство. Но в любом случае это очень хорошая инициатива. Выпущены куклы Барби от стилиста и блогера корейского происхождения Крисель Лим. Среди этих кукол есть пышная кукла, и она выполнена по образу помощницы Крисель по имени Лаура. Смутило немножко, что это кукла в пальто, и как будто под ним ничего нет. Но когда я нашла вероятную фотографию прототипа этого пальто, я поняла, что это тренч-платье. И теоретически под ним может быть только нижнее белье, потому что это платье самостоятельный предмет одежды. Вторая кукла выполнена по образу самой Крисель Лим, но это не единственная кукла в ее образе. Это поступит в серийное производство. Ранее Мотел создал для Крисель отдельную, выпущенную в одном экземпляре куклу. И даже в инстаграме Крисель есть очаровательная фотография этой куклы с детишками Крисель. Это у Аки на маленьких куклах. Компания Мотел выпустила куклу Барби по образу YouTube-блогерши Куки Суирл Си. На самом деле это очень мило, и я не припомню, чтобы ранее компания Мотел выпускала кукол в образе видеоблогеров. У этой девушки на канале больше 12 миллионов подписчиков. И на своем канале она снимает обзоры и делает распаковки не только кукол компании Мотел. Но, к счастью, это не стало препятствием для создания куклы. В комплекте с куклой рабочий стол, видеоблогерские аксессуары, даже есть имитация мини-коробок с куклами Барби. А еще в комплекте три блайндбокса, то есть три коробочки с сюрпризами. Ставьте лайк, если хотите, чтобы компания Мотел выпустила Барби Берсика. Компания Hasbro выпустила огромную линейку кукол по второй части кинофильма «Холодное сердце». Вы только посмотрите, какой ассортимент новинок, но отдельного внимания заслуживает сет родителей Анны и Эльзы. Посмотрите, какой милой в этом сете получилась Анна. Просто прелесть. Жаль только, у папки штаны выполнены из пластика. Еще будет много других сетов, в том числе сет Анны и Эльзы. И вот в этом большом сете они идут в комплекте с дополнительными аутфитами. Также появились фотографии вот этих кукол в реальной жизни. И кроме как фраза «Девочки, записываемся на реснички» ничего на ум не приходит. Hasbro в данном случае явно переборщили с объемом. Еще от Hasbro выйдет сет из четырех кукол, где две куклы – это новые персонажи из второй части мультфильма. Девушка очень красивая и интересная. Захотелось поскорее посмотреть вторую часть. Компания Disney Store, конечно же, тоже выпустила новых кукол по второй части Frozen. И, кстати, вы можете сравнить эти сеты. Они в похожих аутфитах. И слева сет от Disney Store, а справа от Hasbro. И, по-моему, Эльза от Disney Store выглядит добрее. Также выйдут вот такие одиночные куколки и крестов. Ну и, конечно же, не обошлось без эксклюзивов. Disney Store выпустил вот таких замечательных кукол Анну и Эльзу. Высотой 40 сантиметров и с красивыми ресничками на этот раз. Особенно мне понравилась Анна. Хотя, признаюсь честно, Анна мне всегда нравится больше. А вы, кстати, кого больше любите из сестер? Анну или Эльзу? Напишите в комментариях. И, кстати, выпущены еще суперэксклюзивные Анны и Эльза для американского магазина Saks. Каждая стоит, внимание, 395 долларов. Вот это цена. Но зато у этих кукол просто шикарная детализация и очень красивые аутфиты. И на контрасте сейчас будет новинка от азиатской компании Takara Tomy. Куклы Анна и Эльза все по той же второй части Frozen. И лица этих кукол максимально не похожи на привычных нам Анну и Эльзу. С непривычки эти лица могут даже показаться подделками. И, признаюсь честно, мне тоже сначала так показалось. Но чем больше я вглядывалась в лица этих кукол, тем больше я понимала, что они очень милые и добрые. И именно в азиатском стиле. К эксклюзивам, выпущенным в честь 30-летнего юбилея мультфильма Ариэль, добавилась Ариэль с хвостом, причем с пайеточным хвостом, очень красивым. И сама кукла шикарная. Особенно мне нравятся ее идеальные локоны. Также выпущен платиновый сет свадьбы Эрика и Ариэль. Ну а что касается простых кукол, не эксклюзивов, то вышел очень примечательный набор Русалочка и ее сестренки. Этот сет милых кукол обрадовал многих коллекционеров. Среди новинок также эксклюзивная малышка Ариэль от Аниматорс Коллекшн. И обратите внимание, что ее образ очень похож на образ эксклюзивной взрослой куклы. Также выпущены малышки Урсула и Малефисента. И мне одной кажется немножко странным, что в детстве они в таких же темных и зловещих образах, как во взрослой жизни. И раз уж вспомнили про Малефисенту, в преддверии второго фильма «Малефисента. Владычица тьмы» выпущены куклы Малефисента и Аврора. Причем Малефисента в принципе похожа на ту куклу, на которую я когда-то давно делала обзор. Олдфаги, привет! Спасибо, что вы со мной. И еще такая вишенка на торте диснеевских новостей. В Disney Store появилась забавная новая куколка Шарлотта из мультфильма «Принцесса и лягушка». Какими новинками удивят нас игровые Барби? Мой фаворит это Барби-судьи. Их выпустили аж в четырех версиях, с разным скинтоном, разным цветом волос. Особенно мне понравилась темнокожая кукла, а прическа Шатенки, вот такое каре, у меня особенно ассоциируется с профессией судья. Далее новенькие Барби-пилот и Барби-стюардесса. Причем это упрощенная версия кукол, которые раньше были созданы для авиакомпании Virgin Atlantic. И, кстати, стюардессу в этом красном костюме вполне можно кастомизировать под аэрофлот. Также выпущен новый Кен Дантист, Барби-боксер, Барби-теннисистка и еще милая Кристи ветеринар. И еще покажу вам вот такой занятный игровой набор со Стэйси, где она может кататься различными способами, заниматься скалолазанием, в общем, веселиться по полной. На испанском сайте появились новые куклы под названием Катринос. Эти куклы олицетворяют праздник День мертвых в разных культурах. Вот только какое отношение имеет День мертвых к другим культурам, кроме мексиканской, не очень понятно. Ну а сами куклы смешные, круглолицы, но при этом довольно интересные. Но до нашей страны, я думаю, они вряд ли доберутся. Хотя в преддверии Хэллоуина они были бы очень кстати. Ну а под конец оперативные Блиц-новости. Бренд DC Superhero Girls выпустил новую дубовую Harley Quinn. В ассортименте бренда Rainbow Surprise появились русалки, которые будут пукать блестками. Выпущен большой набор капсуль Чикс с 20 капсулами и 4-мя эксклюзивными куклами по теме каждой из коллекций. Куклы-животные Wild Childs в итоге не поступят в продажу. Компания пыталась собрать средства на производство кукол, но у них не получилось. И напоминаю, что первое упоминание об этом многообещающем бренде появилось Саше в 2015 году. В магазинах стали продавать отдельные парики для кукол Snap Star. Также продаются новые наборы с куклами, а еще замечены новые базовые куклы Boxy Girls. А на сайте Amazon замечена новая кукла Даша Следопыт. Она здесь подросток, шарнирная и в комплекте с ней обезьянка. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новостей из мира фэшн-кукол. И напишите в комментариях, какая кукла из выпуска вам понравилась больше всего. Не забывайте ставить лайки. Они подбадривают меня на поиск новых крутых новостей. И всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!